Добро пожаловать на канал ProBlog. Меня зовут Виктория Породина, но этого парня, я думаю, вы узнали. Сзади меня главный офис компании Google, и приехала я сюда для того, чтобы снять продолжение интервью с Денисом Неважаемым. В первой части мы с Денисом говорили об IT-кит, но сейчас он работает в Америке. Как он сюда переехал? Как он стал экстраординарным профессионалом и получил визу O1? И какие зарплаты в компании Google? Денис назовет точные цифры. Привет, Денис. Привет. Китай, в любом случае, я так понимаю, что у тебя был все-таки такой переходным этапом в твоей карьере. Фактически ты просто уехал из Украины, попробовал себя на том рынке, но ты все равно стремился в Америку. Что ты делал? Как была организована твоя подготовка к переезду в Америку? Да, значит, на тот момент я понимал, что не буду оставаться в Китае долго. Это не то место, где хочется свить гнездо из-за всевозможного количества проблем разных. Интернет, язык и прочее-прочее. Культура, менталитет другое, все другое. И я знал, что я хочу переехать в Штаты, потому что это место, где лучше всего строить карьеру для дизайнера. Это то место, где ты сможешь поработать над самыми крутыми продуктами в мире. И я целил туда. И я узнал о Саше Кирове, чувак, который работал здесь в компании Pebble на тот момент. Я ему написал. Он был очень открыт, дал мне некоторые советы. Оказалось, что у него там есть статьи о том, как переехать в Штаты с помощью O1 визы. O1 виза – это виза для людей с экстраординарными достижениями в каких-то сферах. И там есть разные виды этой визы, опять-таки, для научных сотрудников и для людей в спорте и в искусствах. И вот User Experience Design, несмотря на то, что это вообще никак не связано с искусством, они все равно перечисляют к визе, связанной с искусством. И это создает определенные возможности, потому что очень сложно судить людям без этого образования, без опыта работы в дизайне о том, насколько человек, который подается на эту визу, насколько он действительно заслуживает ее. И это как бы такой backdoor, задняя дверь. То есть это место, где можно приукрашивать, грубо говоря, свои достижения. И на самом деле это сложно, да, получить один визу. Нужно действительно проделать большую работу. Нужно получить много достижений каких-то, заработать награды, получить оффер от какой-то известной компании. То есть один из критериев, когда я работал с юристом над своим делом по Одинвизе, было то, что она хотела видеть большие бренды у меня в портфолио. Она хотела видеть, что люди, она хотела убедиться, что люди, которые будут рассматривать мое дело, они знают, о каких продуктах и брендах вообще идет речь в моем портфолио. Вот, поэтому, чтобы получить Одинвизу, желательно поработать в каких-то больших компаниях, которые на слуху. И вот работа в Alcatel была плюс один пунктик к моей Одинвизе, которая мне позволила получить другие штуки, другие возможности. Например, я написал статью про то, как я создавал Azure Experience для часов, для этих. И она стала довольно популярной тоже в интернете. И это позволило другой компании здешней, американской, меня найти и перевезти в Штаты. Позвольте, я сделаю небольшую ремарку. Ну, то есть Одинвиза, это не только виза для дизайнеров и людей искусства, ее также могут получить и разработчики. Да. Да. Но там есть какой-то определенный список критерий, которым ты должен, хотя бы трем пунктов, из которого ты должен удовлетворять. Обычно людей пугают, там, не знаю, лауреаты Нобелевской премии, там, упоминаются, и это очень сильно пугает. Ты, ну, получил эту визу, соответственно, тебя, там, иммиграционные офицеры местные признали, что ты человек с экстраординарными способностями, достижениями в области дизайна. А можешь ли ты дать какой-то, ну, вот, условно говоря, как себя подготовить к тому, чтобы эту визу получить? Ну, вот, что конкретно ты делал? Каким пунктом из этого ты удовлетворял? Значит, я не помню все критерии, там их 7 штук, если я не ошибаюсь. Я помню, что некоторые из них – это иметь международные или локальные награды в сфере, связанной с которой ты подаешь, например, дизайн в данном случае. Быть членом жюри на каких-то дизайн-конкурсах, иметь публикации, связанные с дизайном, желательно в каких-то, не знаю, изданиях, опять-таки, международных, но локальные тоже годятся. То есть, если ты работаешь в России, и о тебе пишут в каких-то российских СМИ, веб-сайты тоже годятся, это подходит. И если это на русском языке, тебе нужно будет сделать переводы всего полностью. То есть, все, что на русском языке, все должно быть переведено на английский. Это включая сайты, то, как выглядят твои сайты, да, там все статьи, все-все-все. Ты должен подать в двух экземплярах – это оригинал и перевод. Какие-то другие критерии были – высокая зарплата. То есть, они, иммиграционные офицеры, когда смотрят на зарплату, которую тебе предлагают здесь при переезде, у них есть какие-то средние уровни зарплат по разным специальностям, по штатам. И в Калифорнии, например, этот уровень очень высокий. То есть, он намного выше, чем то, что у них записано в бумажках. И это создает еще одну возможность, типа, приукрасить твое дело. То есть, если, например, зарплата средняя будет 90 тысяч долларов в год, то в Калифорнии тебе могут предложить, ну, не знаю, там, 150 сходу. И это будет считаться, как, о, у чувака высокая зарплата. Окей, галочка. Пунктик соблюден. Насколько мне известно, есть различные рабочие визы, по которым переезжают специалисты, там, из наших стран, да. Это H1B, известная виза L1. Эти визы может инициировать только работодатель. L1-визу, насколько я понимаю, ты можешь инициировать самостоятельно. То есть, тебе не нужен работодатель, ты можешь выступать собственным работодателем, не знаю, там, открыть компанию. Вот как у тебя произошло? При этом, естественно, расходы, если ты сам себя перевозишь, то расходы ты, собственно, и сам покрываешь, правильно? Вот в твоем случае ты сам инициировал телевизу, но потом произошло так, что тебя нашел работодатель. Да, значит, я уже был на грани своего существования в Китае. Я уже не знал, как просто оттуда рвать когти. И поэтому я начал активно искать работу в Штатах. Подавался во много компаний, получал либо отказы, которые говорили, извините, у нас есть более сильные кандидаты. Это такое стандартное сообщение, когда причин может быть очень много разных. И, естественно, основная причина – это то, что они не хотят связываться с кандидатами, которые находятся вне Штатов и у которых нет рабочего разрешения на работу. Потому что это очень много проблем, это долго, это неизвестно вообще, сможет ли кандидат получить визу и так далее. Много рисков. Поэтому, чтобы работодатель согласился иметь с тобой дело, нужно действительно быть либо рекомендованным какими-то людьми, которым они доверяют, либо иметь такое портфолио, которое просто у них не оставит шансов, и они скажут, блин, это тот чувак, которым нам нужен, и все. И мы готовы все сделать для того, чтобы его перевести. И я уже был практически на грани, когда я был готов сам спонсировать свою один визу. Мой риск сказал, что это возможно сделать, тебе нужно будет открыть свою компанию, стоит что-то типа тысячи долларов. И твоя компания будет твоим спонсором как бы. То есть ты сам покрываешь свои расходы полностью на все. И мне, конечно, этот вариант не сильно нравился, но я уже был готов на этот вариант, я уже готовился к нему. И тут в какой-то момент меня находит человек из Кремниевой долины и говорит, чувак, я нашел твою статью про чиселк отель, про то, как ты создавал, значит, юзер-экспириенс. И нам очень сильно понравилось, мы хотим тебя перевести, потому что мы работаем над продуктом в сфере фитнес. И мы тебе все покроем, все сделаем, приезжай к нам. И я такой был, вау, вот это совпадение, да? Да. И я начал общаться с ними, пообщался с их генеральным директором, управляющим здесь в Штатах. И они мне дали оффер, который был выше того, что я видел на Глаздоре. Глаздор – это сайт, на котором ты можешь посмотреть, сколько люди зарабатывают в разных компаниях. И этот оффер был намного выше того, что было на Глаздоре. И я подумал, нифига себе, вот это меня оценили, надо идти, надо брать. Я, значит, принял этот оффер и сюда переехал. То есть это был как раз тот момент, когда люди увидели вот конкретную работу, которая им нужна была. И они поняли, что это тот кандидат, который нам нужен. И все. И вот это вот идеальный вариант, когда ты находишь вот такую компанию, которая знает, что именно ты им нужен. Но для того, чтобы они тебя нашли, ты все-таки, во-первых, ты вел какую-то там… Я читала твою статью, которую я положу в описании к этому видео, чтобы у людей была какая-то инструкция, как ты действовал. Но ты стал вообще присутствовать в социальных сетях. То есть в Фейсбуке ты начал по-английски писать. Ты завел… У тебя… Ну, конечно, я не дизайнер и не знаю, но, на мой взгляд, у тебя очень прекрасный сайт-визитка, на котором у тебя много портфолио, прекрасных работ. Оно очень интересно сделано. В общем, мы его тоже положим в описание, чтобы люди имели возможность заглянуть, посмотреть, что такое хорошая работа. На мой взгляд. Спасибо. Да. Что касается… Вот ты принял этот оффер. Компания, она… Насколько она известная? Это… Это китайская компания… Да, тоже совпадение. Китайская компания, которая является сейчас номер один в мире по производству носимой электроники. То есть, да, вот тоже очень получилась смежная такая у меня роль. И в китайской компании, которая была в Китае, и в китайской компании, которая в Америке была. И она очень большая в Китае, но в Америке никто про нее не знал. И, собственно, почему они открыли офис в Штатах? Это потому, что они хотели запустить здесь новую линию продуктов, созданную специально для глобального рынка. И изначально, естественно, они хотели начинать в Штатах. Поэтому они меня перевезли сюда, как человека с глобальным опытом работы. И они полностью устроили команду, которая сможет понимать местный рынок вместо того, чтобы разрабатывать этот продукт в Китае. Потому что, опять-таки, китайский рынок настолько закрытый, что люди не пользуются никакими приложениями, никакими сайтами, ничем вообще, что идет со Штатов. То есть они вообще не знают об этих продуктах ничего. И у них нет опыта и понимания специфики глобального рынка. Они только зациклены в своих рамках этих китайских. У меня был разговор с другим дизайнером. И он высказал такую мысль, что достаточно грустно, что сейчас, что в принципе, дизайн уже очень много изучено. Как реагируют пользователи на какие-то вещи, как сделать лучше, как сделать сайт проще. В общем-то говоря, в этом становится все меньше творчества какого-то. Дизайнер — это прямая ассоциация, это творчество. Как ты к этому относишься? Это не творческая профессия. Это профессия, которая должна помочь юзеру решить какую-то проблему в максимально короткий срок. И получить при этом удовольствие как можно больше. Это не арт. Это больше логика, какие-то принципы понимания того, как человек взаимодействует с какими-то вещами, с приложениями, с телефоном, с девайсами, с чем угодно. И да, есть паттерны, конечно. И вот это хорошая тема. Потому что очень часто нельзя сделать какую-то инновацию в дизайне, просто потому что пользователи не поймут, как это работает. Для них это будет чуждо, и это будет вызывать дискомфорт, и они не будут, соответственно, подсознательно любить этот продукт, возможно, его сразу даже забросят, потому что это что-то слишком другое. Но, тем не менее, есть компании, которые рискуют, и, как правило, это работает с более молодым поколением. Например, Snapchat взяли и полностью переизобрели, как ты взаимодействуешь с приложением. То есть они поизбавлялись от кучи кнопок, они сделали все на основе gestures, то есть жестов, свайпы, да, там, свайп вверх-вниз, вправо-влево и так далее. И эта аудитория полюбила эти новые паттерны, вот, и я очень сильно респектую таким компаниям, которые идут против каких-то устоявшихся взглядов и рискуют, и привносят что-то новое абсолютно. И вот это очень круто. И задача дизайнера хорошего, я считаю, это научиться сделать вот этот вот переход между чем-то устоявшимся и новым как можно более гладким и приятным для пользователя. И это на самом деле очень сложно. А что такое хорошее портфолио, вот, с этой точкой зрения? Как UX-дизайнера? Да. Хорошее портфолио содержит в себе несколько case studies, то есть это рассказы о том, как дизайнер решал какую-то проблему, да. И там должен быть показан процесс того, как дизайнер пришел из самого начала в самый конец, и все, что было между началом и концом. Это все должно быть очень понятно, структурировано, должно быть четко понятно, какая была проблема, да, и как ты ее решал. Вот, это признаки хорошего портфолио. И должно быть еще очень понятно, какая была конкретно твоя роль на этом проекте, потому что часто бывает такое, что люди постят проект, который делался командой из 10 человек, и они даже не указывают, что конкретно сделал ты. Вот, и получается, что, а это вообще ты делал? Вот, и да, вот мы очень ценим, когда вот сразу это все очень четко понятно до того, как мы зовем человека на интервью. Есть такое популярное сейчас понятие, модное, хайповое, дизайн мышления. Что оно под собой подразумевает в твоем профессиональном сообществе? Я тоже люблю этот вопрос. Я с подобралом, все самые любимые. Потому что очень двоякое восприятие у меня дизайн мышления. Значит, я считаю, что дизайн мышления — это классный фреймворк для инноваций и для группы людей, которые пытаются создать новый продукт. Этот фреймворк не подходит для профессиональных дизайнеров, которые решают конкретные известные задачи, да, там какие-то фичи дизайнят. Дизайн мышления не для этого. Дизайн мышления — это для того, чтобы сесть группой людей, вот так вот вместе на лавочке, да, и придумать, как нам решить какую-то там глобальную проблему. И начинается... Ну, там есть разные этапы, да, и разных куча фреймворков внутри этого большого фреймворка для дизайн мышления. Как делать ресерч, да. Там самая первая стадия — это понять проблему, определить проблему. И для этого нужно очень много общаться с потенциальными кастомерами, пользователями, да, проводить интервью, наблюдение за тем, как пользователь, вернее, люди делают те или иные действия, которые как-то относятся к этому будущему продукту и так далее. То есть понять проблему, понять контексты, да, в каких контекстах люди выполняют те или иные действия, там, какие у них pain points, то есть какие боли они испытывают, выполняя эти действия и так далее. Вот. И дальше, когда уже зафреймил проблему, начинается следующий этап — это брейнсторминг, да, то есть придумать решение. И здесь, опять-таки, существует множество способов, как брейнстормить, как придумывать идеи, и задача — уйти как можно большее количество разнообразных идей. Это называется today verge, то есть уйти в стороны, да, и пробовать самые-самые несуразные, самые сумасшедшие идеи. Вот все ты должен это записать. Дальше идет процесс synthesizing, это называется, то есть когда ты все это в кучу пытаешься как-то соединить и структурировать. Часто дизайнеры, новички, как правило, в дизайне, вот люди, которые заканчивают general assembly и другие курсы, они на своих веб-сайтах и в резюме, там, в портфолио всегда цепляют фотографии большие, там, огромных таких стен, полностью усеянных sticky notes, то есть этими желтыми бумажками клеящимися. Это вот процесс, как правило, синтесайзинга, да, то есть когда они идут в разные стороны, ищут разные идеи, и потом все это в кучу слепливают на доске. И все стоят с таким умным видом перед этой доской, смотрят на эти желтые бумажки. И вот это вот любимая фотография новичков в дизайне. Я всегда, когда получаю эти портфолио, я ржу очень громко. Вот, это одна из штук дизайна мышления. Вот, и потом, когда ты уже это все засантисайзал, нужно определиться опять-таки с какой-то там одной идеей или несколькими идеями, и дальше уже переходить на следующий уровень, там более детально ее реализация. Какой-нибудь там скетчинг, вайфрейминг, смотря какие методы тебе больше по душе. Вот, это дизайн мышления. И еще раз я хочу засамарайзить. Зарезюмировать. Зарезюмировать, да. Что это классно для абсолютно новых продуктов и для людей, которые не являются профессиональными дизайнерами. Это может быть кто угодно. В этом процессе может участвовать абсолютно любой человек. То есть, не нужно быть дизайнером для него. И тем не менее, он тебе позволяет, будучи не дизайнером, придумать какие-то очень крутые идеи интересные. Вот в чем его особенность и соль, так сказать. Вот. А если ты работаешь в какой-то компании, у тебя есть какой-то продукт устоявшийся, у тебя есть какие-то там наборы фичей, и ты знаешь конкретно своих пользователей, да, их боли, все это уже известно. Здесь не нужно никакое дизайн-мышление. Здесь нужно просто опыт, понимание паттернов, логика, понимание, как сделать этот экспириенс более приятным. Последний вопрос из разряда, не знаю, коротко о UX-дизайне. Что такое MVP с точки зрения UX-дизайнера? MVP с точки зрения... MVP это Minimum Viable Product. Да. Минимально жизнеспособный продукт. И с точки зрения UX-дизайнера это Minimum Lovable Product. То есть минимально любимый продукт. Что это значит? Я, наверное, сначала скажу, что такое MVP, да? MVP это продукт, в котором обрезали все nice-to-haves, то есть хорошо бы иметь, и оставили только что must-to-have, то есть то, что обязано быть в этом продукте, то есть ключевая функциональность его, core, ядро. Да, и разница между MVP and MLP, Minimum Lovable Product, да, MLP. Да. Разница в том, что Minimum Lovable Product не будет обрезать user experience. То есть этот продукт будет иметь только ядро в себе функциональное, не будет иметь каких-то там супер-фичей, которыми будет пользоваться малое количество людей, неизвестно, как они будут все показывать. Он будет именно вот выполнять одну конкретную задачу, но при этом он будет выполнять эту конкретную задачу так, что пользователь будет любить этот продукт, да, он будет получать удовольствие от использования его. Это будет классный user experience, он будет приятный на английском, мы это называем дизайнеры delightful, вот. Вот в чем разница. И, да, с точки зрения дизайнеров это MLP. Ты как опытный специалист в этой области, смотришь на резюме или смотришь на специалисты, с ним разговариваешь, какие есть моменты, которые ты отмечаешь? Это плохой специалист или это хороший специалист? Ну, там, подходит, не подходит? В школе процесс собеседования разделен на, называемые это heads, шапки, да, то есть каждый человек проводит собеседование с одним кандидатом и пытается там выявить, например, его там культурную принадлежность к этой компании, да, там сможет он ли, сможет он ли быть здесь успешным с точки зрения культуры. Там другая шапка, например, там проверит профессионально человека, насколько он хороший дизайнер, там, и так далее. Есть разные шапки эти, и тебе рандомно попадается эта шапка, и ты, значит, собеседуешь его. Вот, и, например, если я собеседую по профессиональным качествам, то, как правило, это какие-то вопросы касательно прошлого, бэкграунда, портфолио, да, там, как правило, вернее, не как правило, по-любому мы должны получить портфолио человека, прежде чем мы его пригласим на собеседование, иначе мы просто его не пригласим на собеседование. Вот, и по портфолио возникает, как всегда, куча вопросов, и когда мы уже с человеком начинаем общаться, мы задаем вопросы эти, да, и в зависимости от ответов, в принципе, становится очень хорошо, сразу понятно уровень этого дизайнера. Дальше есть дизайн exercises, то есть дизайн задания, то есть взять, там, гипотетически, там, задизайнить какой-нибудь продукт, рисуя на бумаге, там, или на whiteboard, в зависимости от того, где мы находимся. И вот это вообще мои любимые проверки, профессиональных качеств, это просто вот вообще идеально показывает, насколько человек сможет успешно справляться со своими задачами дизайнера. И как это видно, ну, просто понятно, как он мыслит, да, как быстро он решает, насколько у него разнообразные идеи, как он может потом эти идеи привести в одну кучу и понять, какую идею выбрать, да, какие он фреймворки использует для определения успешности той или иной идеи. И дальше, как оно ее развивает, превращает ее в интерфейс, грубо говоря. Ну, то есть вот это вот задание, в принципе, достаточно для того, чтобы ценить человека. Что касается твоего нынешнего, твоей нынешней работы, ты сейчас работаешь в Google, уже 7 месяцев, уже освоился, работаешь над продуктом Nest. Давай поговорим немножко более предметно о том, как у вас здесь устроена работа, вот рабочий процесс в Google для UX-дизайнера. Значит, опять-таки, бывают разные способы, как этот процесс идет, в зависимости от того, насколько новый продукт, да, насколько много мы знаем о пользователях, которые используют этот продукт, и так далее, и так далее. В зависимости от композиции команды, да, все что угодно. Много есть критериев, которые влияют на процесс. И если взять термостат, например, то термостат существует уже много лет. У нас очень много есть данных о том, как люди его используют, какие они имеют проблемы с термостатом нашим, что им нравится, что им не нравится, очень много даты, то есть данных, которые идут прямо с термостатов, которые мы собираем, и мы понимаем, что происходит вообще. И можем делать какие-то выводы, аналитика это называется. И более того, мы исследуем сам рынок, то есть мы не только на наши термостаты смотрим, а на еще термостаты конкурентов, да, вообще на, в принципе, домен сам, то есть климат в доме. То есть это может быть не обязательно термостат, это может быть другие виды устройств, да, там все что угодно. И все это данные собираются в кучу, и у нас есть даже, более того, специальный человек, эксперт по системам отопления. И он тоже очень приносит много знаний, да, и проходит много ресерча тоже, и мы все это как бы собираем в кучу. И дизайнерам есть с чем работать. То есть это не то, что ты попадаешь в какой-то там новый стартап, да, и придумывай, иди. Это не так. Значит, UX-дизайнеры работают вплотную с продакт-менеджерами, которые связывают кучу разных команд и разных... Опять-таки, Google – это большая компания, да, и наши термостаты не живут сами по себе. Это часть какой-то большой экосистемы, в которой разные устройства взаимосвязаны и помогают друг другу быть более эффективными. И поэтому это работа с кучей разных команд. И есть программ-менеджеры, которые связывают эти команды как-то в одно и помогают достичь там какой-то там одной общей цели, да. И вот UX-дизайнер работает с продакт-менеджером вплотную, это как партнеры. Мы друг у друга партнеры, да. И они пишут, это называется PRD, Product Requirement Document. И по этому документу дизайнер дальше решает какие-то проблемы, да. И он там находит какие-то решения, создает дизайны. Это все ревьюется с кучей людей, с инженерами. Очень важно мнение инженеров в Гугле. Это же бытует такое мнение, что если какой-то инженер не согласен с чем-то, то это не пойдет в development, в разработку. То есть мы должны найти консенсус и все должны согласиться с каким-то решением, прежде чем оно будет разрабатываться. И продакт-менеджеры помогают соблюдать сроки, да, и помогают этому проекту, помогают дизайнеру сделать так, чтобы этот проект пошел в разработку и его завершили, его запустили. Ну и дальше дизайнеры наблюдают за жизнью этого проекта, да, там получают какой-то фидбэк опять от пользователей, еще там от данных аналитических и дальше могут итерировать и улучшать его. Но опять-таки Google компания большая, здесь очень много амбиций и планов, всевозможных продуктов и проектов, и это приводит к той проблеме, что сложно вот взять какую-то функциональность или продукт и отточить ее до идеального состояния, потому что просто не хватает ресурсов на это. Зарплаты. Подготавливаю тебя. Я знаю, что многие компании держат людей под индей, это понятно, и наверняка ты не сможешь назвать какую-то конкретную цифру, но я подготовилась. И я знаю, что мы говорили в ходе этого интервью про разные этапы твоей карьеры, и где-то ты там рассказывал про какие-то свои офферы, но не знал цифры. Можешь ли ты назвать цифры, которые были, например, когда ты приехал в Китай, сколько ты зарабатывал? Ну, сколько тебе дали зарплату? А значит, когда я работал в Украине, прямо перед переездом в Китай, я зарабатывал 3,5 тысячи долларов. Когда я переехал в Китай, я начал зарабатывать что-то типа 6 тысяч долларов, и потом оно выросло до 7,5, если я не ошибаюсь. Вот. Когда я переехал в Америку, мне дали базовую зарплату 155 тысяч долларов в год, плюс там были бонусы. Но бонусы были ненормированные, то есть неизвестно было, что ты получишь. И, скажем прямо, они были не очень большие. А потом был Essential. А потом был Essential, где я получил 175 тысяч, и эти эфемерные опционы, которые должны были бы стать миллионами, но не стали. Потом после Essential у меня был ряд собеседований. Да, мы подбираемся ближе к Google. Например, Facebook давал 290 тысяч total compensation. Total – это базовая зарплата, плюс стоки, плюс бонусы. И дальше был Google, он победил всех, и это за 300 тысяч. Ну, я тебя завидую. Здорово. Спасибо, что ты… Часто на моем канале, но я отношусь к пониманию. Расскажи, какой-то самые интересные проекты, вот, челленджи, с которыми ты столкнулся в то время. Работая в этой китайской компании? Ну, самый интересный челлендж был, вообще, опять-таки, структура китайской организации, да, как она работает. То есть мы делали продукт. У нас была команда, состоящая из трех инженеров. Ну, в какое-то момент стало 4 инженера. Три из них белоруса, да. Вот этот чувак, который меня перевез в Штаты, он белорус тоже. Да, не, он россиянин, но он прожил много времени в Беларуси. И он захаривал остальных инженеров, аутсорсовал наши работы в Беларуси. Они приезжали и работали здесь довольно долгое время. И у нас была такая команда очень ориентирована на детали, да. То есть мы вот хотели, чтобы все было идеально в приложении. Я занимался UX-ом, дизайном. Там было очень много разного, очень много деталей в дизайне, потому что у меня было время на это. Опять-таки, композиция команды мало инженеров и дизайнер, да. То есть у меня было время разогнаться и там придумать всевозможные классные красивости. И наша команда, вот она хотела эти все красивости заимплементить, реализовать. И проблема была в том, что подход китайской компании к работе абсолютно другой. Их не интересует... Вернее, не так. Их интересует качество продукта намного меньше, чем скорость, с которой ты его делаешь. И вот мой менеджер, он был в довольно такой тяжелой ситуации, когда его постоянно пушит китайская сторона, да, типа, слишком медленно работаешь, ты должен быстрее работать и пилить это приложение. Для... Кстати, приложение это, типа, компаньон, приложение-компаньон для носимых устройств на руке, для фитнес-трекеров всевозможных. И мы делали это приложение, мы прям, прям горели им, да. Это был такой процесс, когда все на одной волне в команде, и все хотят сделать так, чтобы оно было лучшим вообще приложением в мире фитнеса. Но нам не позволяли это сделать, то есть нас все время, типа, отдергивали, говорили, слишком медленно работаете, вам нужно ускориться и так далее. Вот это вот был такой сложный момент, челлендж в этой компании. И в какой-то момент они просто поняли, что на американский рынок выйти, китайская компания, это не так просто, это должны быть какие-то сумасшедшие вливания денег в маркетинг и во все остальное. И лидер на рынке Fitbit, он, я не помню, какие там цифры были, но мы на тот момент знали примерно, сколько они тратят денег на маркетинг, это что-то было, типа, 50 тысяч. Нет, нет, блин, я не помню. Какие-то безумные деньги они тратили в месяц на маркетинг. И наша компания была не готова ввязываться в эту игру, они это осознали, поняли и дали заднюю. Решили остановить разработку этого продукта для американского рынка полностью и остаться в Китае. Ну, собственно, для них это, наверное, хорошо играет. Они вышли на IPO недавно, на публичный рынок и их акции пошли довольно высоко вверх. Вот. То есть для них это сработало, а для меня не очень. Ты начал искать новую работу. Я начал искать новую работу намного раньше, потому что я понимал, что пахнет жареным. И в тот момент, когда я уходил, у меня уже была новая работа. Сейчас ты работаешь в Google. Это была твоя следующая работа? Нет, следующая была Essential. И, как ни странно, в тот момент у меня был оффер уже от Google по той причине, что я хотел попасть в место, где у меня будет больше возможностей себя показать. То есть это стартап, да? Это маленькая компания. И у них там был на тот момент один дизайнер, по-моему, на тот момент был, когда я пришел. Вот. И я был уверен, что я там смогу засиять и добиться высот определенных. Но, да, это компания, которая занималась тоже хардверным бизнесом. И на тот момент у них был первый продукт, это мобильный телефон, сделанный вообще с иголочки, очень красивый, там с керамическим корпусом, с титановой рамкой, с камерой, спрятанной в дисплее в так называемом ночь, до того, как iPhone X появился. В общем, все было очень, с точки зрения индустриал дизайна, было очень круто и красиво. И меня это подкупило. Да. Ну, что пошло... Ну, сколько ты там проработал? Тоже, по-моему, полтора года. Ну, то есть, совсем недавно ты перешел в Google? В Google я 7 месяцев. 7 месяцев. Вот ты работал в стартапе, потом все-таки пошел в корпорацию. Ты говорил, что... Надо волосы улыбить. Значит, вот все-таки ты, работая в Essential, тебе хотелось в стартапе работать, показать себя, не чувствовать себя винтиком в большой, в большом механизме. Почему в итоге ты перешел в Google? Хороший вопрос. И при том, что ты сказал, что у тебя уже был оффер до этого. Да. И я бы продолжил работать, на самом деле, в стартапах, если бы с финансовой точки зрения у меня все было очень гладко и хорошо. Да, то есть, большая компания, это стабильность и ты получаешь... Ну, в общем, как здесь устроена, как здесь устроена финансовая сторона трудоустройства? Это, когда ты идешь в стартап, тебе платят базовую зарплату, тебе там обещают какой-то бонус в каких-то рамках, в зависимости от твоего перформанса, то есть от того, как хорошо ты работаешь. Да. И тебе дают стоки. И в случае, если это публичная компания большая, эти стоки, они приравниваются к реальным деньгам. То есть ты можешь эти стоки в любой момент продать, и это будут деньги. То есть ты знаешь, что они у тебя есть, да, эти деньги. Ты в них уверен. И композиция оффера, она может по-разному быть, но, как правило, база не очень сильно отличается в зависимости от уровня человека. А вот стоков могут давать там намного больше, намного меньше, по-разному. Это как ты, как ты сторгуешься. В то время, как в стартапе тебе дают базовую зарплату. Она, как правило, чуть-чуть больше, чем зарплата базовая в публичных компаниях. И тебе обещают опционы. Опционы – это такие стоки, которые невозможно продать. В редких случаях их возможно продать на черном рынке, на определенном, но это все очень сложно. И эти опционы – это как бы обещание того, что, возможно, если компания станет успешной, и она заэкзитится, это называется «эксит», когда она станет ликвидной, да, вот эти опционы станут ликвидными, они ковертнутся в настоящие стоки, что ты их сможешь продать. И прикол в том, что, когда ты идешь в стартап, эти опционы, они теоретически могут превратиться в миллионы. В то время как стоки в публичных компаниях – это более разумные деньги, то есть ты их понимаешь, сколько это, да, они хорошие деньги, но миллионов там не будет, ты знаешь этого, ты знаешь это. Но они точно будут. Но они точно будут, да. Здесь шансы получаются. А вот со стартапами история такая, что тебе нужно очень сильно верить в этот стартап, чтобы на это пойти. Либо тебе нужно уже быть, как здесь в Америке говорят, «loaded». То есть у тебя уже должно быть достаточно денег для существования, ты можешь рисковать, у тебя есть дом, да, у тебя все обеспечено. Вот тогда ты можешь идти работать спокойно в стартап и не париться. Так как я приехал сюда, грубо говоря, ни с чем, то поработав три года в стартапах, я понял, что так как-то рискованно довольно. И надо попробовать все-таки пойти в большую компанию, обеспечить себе какую-то базу, да, там, на основе которой ты себе сможешь купить дом или инвестировать эти деньги еще куда-нибудь. И дальше ты уже сможешь, когда дойдешь до определенного уровня, во-первых, поработая в Гугле, там, или в Фейсбуке, или в ВПле, твоя репутация как дизайнера сразу возрастает очень сильно, да. То есть другие компании смотрят, когда, ой, этот человек работал в Гугле или в ВПле, они сразу понимают, это как бы уже довольно такой серьезный фильтр. и можно, в принципе, довериться этим компаниям и нанять его. И это тебе поможет в будущем очень сильно. Я решил сделать этот шаг, во-первых, для опыта интересно, во-вторых, это финансово не рискованно, и в-третьих, твоя стоимость на рынке повысится после этого. На чем ты работаешь в Гугл? Я пошел вообще в тот момент, когда я переходил, я пошел скорее в Нест, хотя Гугл уже купил Нест на тот момент, но сейчас мы вообще полностью слились в одну организацию. В то время, как раз, когда я пришел туда, это происходило, этот процесс, было очень интересно за всем этим наблюдать. Мы переехали в новые, в гугловский офис и так далее. И я работаю над термостатом, то есть это главный продукт компании Нест. Умный термостат. Возможно, вы видели, это такой прикольный девайс, круглый, который вешается на стену, с таким вот ноб, это на английском называется, я не знаю, как это на русском назвать, с такой ручкой, которую ты крутишь по периметру дисплея. И это, собственно, является импутом для интерфейса этого девайса. Очень прикольное устройство, оно прям, я не знаю, трансформировало вообще рынок термостатов, то есть понимание людей, что такое термостат, полностью изменилось после того, как Нест запустили этот продукт. Это тоже очень интересная история. Компанию эту запустил Тони Фадел, чувак, который создавал iPhone в Apple. и это один из тех людей, той вот закалки эпплоской, когда малейшая деталь была очень важна. И юзер экспириенс был на самой высокой ступени важности для компании. И, собственно, поэтому компания преуспела, они сделали этот термостат, который изменил мир. И когда я пришел уже в эту компанию, Тони Фадел оттуда шел. И, к счастью, и к сожалению, я не знаю, как правильно это судить, но мне было бы очень интересно с ним поработать. Это тот человек, который дает очень прямой фидбэк, с которым очень стрессово работать, потому что митинги и презентации для него часто оканчивались разгромом. То есть он не стеснялся на выражение, и он говорил прямо, что типа это работа дерьмо и так далее. Но это как раз вот те люди, с которыми ты растешь очень быстро, работая с такими людьми. И это именно то, чего мне не хватает сейчас в Гугле. В Гугле это такая организация, где все вокруг да около, знаете. Когда никто тебе не скажет прямо что-то хоть чуть-чуть негативное. И вот директ такой фидбэк, прямой фидбэк, его получить очень сложно. А есть ли у тебя профессиональные ориентиры? Люди, не знаю, кумиры в профессии. Есть несколько людей из Эппла, которые являются и инженерами, и дизайнерами. Но это те люди... Например, Брэд Виктор, такой чувак из Эппла. Это человек, который проработал там очень много времени в отделе, который занимался инновациями. Это отдел, в котором придумывали технологии. Не просто придумывали, какого цвета кнопочку сделать, и как ее потом в гайдлайны внести. А они придумывали технологии вообще взаимодействия с девайсами. И такие вещи, как, не знаю, тачскрин, например, такие штуки. Или люди, которые придумали мыши в компании Xerox когда-то. Потом Стив Джобс понял, что эта штука станет очень популярной. Надо бы себе забрать. Вот такие вот вещи. То есть люди, которые полностью переосмысливают какие-то парадигмы и меняют мир. Они придумывают новые абсолютно технологии и способы взаимодействия человека и компьютера, устройства какого-то. И таких людей очень мало на самом деле. Как правило, все люди, которые очень активны в медиа, это далеко не те дизайнеры. Те дизайнеры, как правило, сидят в тени, и о них особо никто ничего не знает. Вот Брэд Виктор, например, он там в Твиттере активничает и опять-таки там придумывает какие-то безумные вещи. Но часто очень эти вещи даже сложно понять. То есть у них как-то мозг работает вообще иначе. Это вообще другого склада люди. И да, сложно за ними уследить и даже понять. Тогда назови три продукта, которые ты считаешь идеальными или близкими к идеалу с точки зрения UX-дизайна. Кроме Apple. Любой продукции Apple. Ну хорошо, давай с Apple начнем. Да, вот первое, что мне приходит в голову, это то, когда выпустили десятый iPhone, как они избавились от кнопки Home, от кругленькой кнопочки внизу телефона. И это просто гениально, я считаю. Я бы хотел узнать, кто это сделал. Имя этого человека. Да. Это очень круто. И я не знаю, как теперь пользоваться телефоном с кнопкой Home. Вот каждый раз, когда я беру моего ребенка телефон, у меня происходит взрыв мозга просто какой-то. Как этим пользоваться? Как переключаться между приложениями? И да, вот интересно, что транзишен опять-таки между тем телефоном и этим, он произошел просто вот так. И вот это вот очень крутой дизайн, я считаю. То есть он полностью изменил то, как ты взаимодействуешь с устройством, но при этом это произошло за секунду. И ты больше не хочешь возвращаться в предыдущий мир. Это вот для меня самый лучший индикатор хорошего дизайна. У меня есть один момент насчет вот этой кнопки. Я тоже пользуюсь десятым iPhone, или X, как правильно его называют. Ten. Ten, да. Суть в том, что когда я еду за рулем, я не пишу обычно за рулем, я никого не рекомендую, но ты не всегда... Ну, то есть иногда нужно что-то там, не знаю, нажать в телефоне, и ты не можешь посмотреть. И он тогда тебе предлагает пароль. А когда была вот эта вот кнопочка, которая отпечаток пальца, это было проще сделать. Вот такое замечание. Когда ты едешь за рулем, ты не должна ничего там смотреть. Кстати, было бы хорошо, если бы это делал голосовой помощник. Да, да. Будущее идет туда. Подождите чуть-чуть, мы там будем. Значит, другой продукт, это Apple Wallet. Да, то есть это приложение, с помощью которого ты можешь платить в магазинах за все что угодно. Оно интегрировано с кучей разных приложений, через которые ты покупаешь билеты и все прочее. И эти билеты попадают туда, да, там на самолет, в театр, в клуб ночной, что угодно. И ты просто делаешь все это через одно приложение. Это очень клево. И опять-таки, взаимодействие с этим приложением очень-очень приятное. Это все делается с помощью свайпов, и они такие satisfying, удовлетворяющие на русском. Да. Номер три. Номер три. Я думаю, Instagram справляется очень хорошо со своей работой. Ура, не Apple. Не Apple, да. Мне нравится очень взаимодействие с Instagram. Я считаю, что довольно прикольный продукт. Хотя они на самом деле сперли очень много со Snapchat, как я и говорил. Да. Но в Snapchat это все как-то было наверное не для моего возраста. Instagram сделал то же самое, только как-то с хорошим дизайном. Адаптировал это все, все эти новые типы взаимодействия для моего возраста. Немножко про будущее. Про твое будущее и про будущее UX-дизайна. Скажи, как ты считаешь, каково оно для UX-дизайна? Мое будущее? Будущее UX-дизайна. К чему оно будет идти? Каких успехов добиваться? Это очень сложный вопрос. И у меня нет на него ответа. Я думаю, что будущее UX-дизайна это больше понимание дизайнеров, что в UX-дизайне важно больше не то, как красивая иконка выглядит, например, а то, как этот user experience в целом влияет на на восприятие его человеком, который им пользуется. И более того, вот еще такая большая, следующий уровень UX-дизайна это не просто задизайнить продукт для компании. Вернее, даже не так. Можно сделать дизайн продукта для пользователя, для компании, а еще можно сделать его для мира. Есть такие три, я считаю, ступени. Вот для пользователя это самое простое, ну как, для компании самое простое или для пользователя самое простое. Сложно это соединить в одну кучу и сделать так, чтобы оно одно другое дополняло. И часто бизнес-цели компании противоречат целям пользователя. То есть речь идет здесь, например, о монетизации, например, вот что Facebook делает. Вроде как они какое-то предоставляют пользователю блага какие-то, но вместе с тем идет какое-то зло одновременно, да, и они зарабатывают на этом деньги, и вот проблема Facebook, они не знают, как сделать так, чтобы зарабатывать деньги, чтобы их продукт рос, но вместе с тем, чтобы пользователи не страдали. И вот это вот большая такая фигня, которую они пытаются решить, и я не знаю, получится у них это. И вот, подожди, и есть вот эта вот третья стадия, это когда ты дизайнишь для мира. Это то, что ты дизайнишь, оно должно впоследствии не навредить людям, да, и обществу. И что имеется в виду, например, опять-таки, для компании важно, чтобы ты сделал такой продукт, который подсадит пользователя на него. Пользователь будет все время сидеть в телефоне. Но если ты подумаешь с точки зрения общества, семьи человека этого, который пользуется этим продуктом и так далее, то это вред. И вот нужно, чтобы дизайнеры думали, как балансировать все эти вещи. Интересно. Вот это вот самая большая проблема, я считаю, есть дизайнер. Я хотела недавно, кто-то мне, то есть это не я открыватель этой мысли, но вообще вот как раз-таки мы тоже говорили про Facebook, есть еще такое Pinterest, знаешь, да, оно, опять же, мне кажется, мало известно, ну вообще на пространстве вот там, не знаю, откуда мы приехали, но тем не менее, вот как раз-таки там эта модель монетизации, она сильно отличается от, потому что люди туда приходят и они что-то копят, что им нравится, вешают себе на стену и когда им показывают рекламу, типа вот, ну там, не знаю, например, хочет, я хочу вот такую обувь, да, и ему показывают потом, где продается эта обувь, это очень органично и это никак не противоречит. А Facebook, он делает немножко по-другому, ну, условно говоря, Instagram. Instagram для того, чтобы показать себя и когда люди им показывают какую-то рекламу, то это немного, как бы, ну, их выбивает из той привычности, которую они получают в этом приложении. Это такая заметка небольшая от меня. Что касается твоих планов на твою карьеру, в идеале, как она должна сложиться? Хороший вопрос. Мне интересно было бы попробовать себя в роли дизайн-менеджера в будущем. Я не думаю, что у меня сейчас достаточно социальных скиллов, soft skills, о которых мы уже говорили раньше, для того, чтобы быть очень эффективным скиллов. скилллов.